Всем привет, друзья мои! Сегодня мы с вами побываем в одном португальском городе под смешным для нашего восприятия названием города Кожа. Вот так вот и произносится. Город старый, построен еще во времена Древней Римской империи. Сейчас от Древней Римской империи мало что осталось, кроме этого моста, который был пристроен в 19 веке. А так город-сказка. В горах, пляжи, архитектура, атмосфера. В общем, я вам сейчас все это покажу, а вы уж делайте выводы сами. Но вряд ли, если вы сюда приедете как турист, узнаете о его существовании, глядя на туристические карты и туристические маршруты. Так как в этих каталогах его просто нет. Это очень старое место. Вон там заброшка, кстати, какая-то. Надо посмотреть, что здесь находится рядом с Римским мостом. С ума сойти, сколько этому лет. Вон там какие-то раньше были двери. Да, друзья, мы с вами находимся в городке под названием Кожа. Как ни странно бы это звучало. Что это такое? Тоже древнее что-то. Речка Алва, форелевая речка. А здесь какие-то руины. Это все старый город. Это древний старый город. Наверное, здесь какие-то ремесленники жили из этой серии. Там двери закрыты. Здесь, пожалуйста, заходи. В общем, ничего интересного. Но то, что этому неизвестно, сколько лет, это точно. Сто процентов. А вот думал уйти. Покажу вам. Смотрите, какая кладка. Здесь уже все рухнуло. Ух ты, как все завалило. А тут потолок вроде бы делали-делали. А про перекрытие забыли. Остановит хуис кондиционер. Интересно. Там все супер. А здесь все обвалилось. Стена. Смотрите, как выпирает. Пойдемте дальше смотреть. Мне здесь понравилось. То есть вы это сейчас здание смотрели снизу, где кондиционеры, видите, висят. Оказывается, это ресторан. Но с другой стороны. Боже мой, как не бояться, что все это рухнет на голову. Да, и вот ресторанчик. Люди сидят. А там такая разруха, что капец. Ну так не знаешь, сядешь, кофе побить. Пол провалится. Римский мост, причем выдерживает 3,5 тонны. Офигенно вот так вот пройтись туда и вдоль погулять. Речки. Средневековый городишко. Вот что-то заросло все. Какая-то скульптура интересная. Надо уже не увидеть, что там у нас изображено. Фонтан 1832 год. Интересно. А это что такое? Ой, это что у нас там такое? Ух ты, офигеть. Такие катакомбы там. Вот этому точно лет так много. Это же когда это построено, в каких годах, интересно. Смотрите, какой шикарный городишко. Ну просто бомбический. Ой, они все решили на лодках поплавать. Это дед, походу, их отец видно. Сумочки какие-то положили и поплыли. Вот не боятся же люди. Вообще обалдеть. Ну хорошо, здесь волны нет. И по сути утонуть сложно. Очень мелко. Вообще город очень такой симпатичный. Очень такой прикольный. Очень много парков, старинных каких-то зданий. Здорово. Ну мы сейчас еще погуляем, покажем вам. Это рядом с нашим домом. Прям вообще тут 20 километров, по-моему. Туристов, по сути, наверное, сейчас мало. Но в августе будет здесь все забито. Место отдыха. О, еще в 96-м году. Здесь везде вода. Везде. Нигде не закрывают. Всегда есть вода. Источников на севере очень много. Беседочка, столик и виды. Запах сосен. Как будто в лесу в бару. В пионерском лагере в советские времена. Да, то есть ребенок родился в 2002-м. А посадил дерево в 2006-м. Вот такой вот лес красивый и вырос. Вот еще дальше таблички такие идут. А их много. Прям вон, прям туда до конца. Хорошая, кстати, традиция. Ребенок потом будет приходить, смотреть, на какую красоту он высадил. Супер. И детская площадка под это дело. Прям вообще нормально. Мне нравится городок. Запах шикарный. Хоть он и, ну, старый город какой-то, да, но не отсталый видно. Все супер прям вообще. Такой южный городок. Вот в шестом году вот они. А тут тогда интересно, как вот этот вот товарищ садил. Он в шестом родился и в шестом посадил. Каким образом это все умудрился сделать? Поприкол вообще. В пеленках. Народ, смотрите, какой интересный дом сделан. Вот этот вот. Видно, что древний какой-то стиль. Средневековый. Ну, может, 18-й век. Но сейчас у него два хозяина. Крыша слева и справа разного цвета. И второй этаж, где висят вот вещи там какие-то, да. Смотрите, даже окно посередине разделили напополам. Хозяин с одной стороны так покрасил, тот с другой стороны покрасил. То есть дом конкретно на двух хозяев. Ну, так прикольно, даже двери поделили. О, эти окошко. Нормально. Так, сейчас вам покажем, как люди в таких маленьких городках отдыхают, купаются. И не надо каким-то образом здесь все это пройти и найти выход к речке. Ну, я думаю, что это где-то вот так вот налево. Скорее всего, я так думаю. Либо вон туда. Либо сюда. Речка там. Скорее всего, туда надо спускаться. Ну, да, мы спустились вниз. Посмотрите, какая красота. Здесь, пожалуйста, мангалы. Давно в них никто ничего не делал. Ну, в любом случае, там можно сделать даже решетки. Вот сам парк. И все, и розы растут, и вода. Я везде воду проверяю, есть или нет. Еще ни разу не всегда есть, везде вода. В этом отношении к воду королеве вообще без проблем. Смотрите, какие розы шикарные. Ну-ка. И пахнут так же. Нет, мне здесь нравится. Прям вообще нравится. Так, все-таки пойдемте, пройдем. К пляжу. А вот там вот табличка. На ней, наверное, указано. Километр маршрута пешеходного. Ну, мы с вами сейчас сюда. Пойдем. И зайдем таки до пляжа. Вода здесь чистая, хорошая. А вот это, скорее всего, старая. Типа ли устья, или кто-то перекладывали камнями, чтобы не топило. Видите? Возможно, чуть дальше здесь люди живут. Ну, все меняется, конечно, со временем. И здесь тоже вода есть. Нет, здесь нет. Это случайность. Все это старое. Скорее всего, это какой-то загон для воды. И чтобы она проходила, не разливалась, наверное. Где-то более-менее в древние времена это контролировали. Ну, а это особый вид людей. Их живут свиньи. Они живут в каждой стране. В общем, с этим никак нельзя бороться, по-моему. Здесь и план есть этого парка. Вот название. Если будете здесь, пожалуйста, у вас есть сама карта. В общем, мы не нашли пляж. Это потому что пляж вообще с другой стороны, как оказалось. Но это все можно объехать и до него. Или обойти обратно до моста. И с другой стороны подснять для вас. Чтобы вы посмотрели, как люди отдыхают. Это вот такая вот дорожка. Очень приятная. Рядом с речкой. Интересно, это и есть мужа. На стопудово нельзя. Вот был бы цветков, он бы попробовал. Встретили тут старых знакомых. Ива. Дерево. Вообще, представляете, какого размера. И клен с этими солдатиками. Вот, смотрите, как все похоже. Природа, оказывается, в Португалии и в наших краях практически одинаковая. Даже ежевика. Вот, смотрите, все растет с ежевикой. Все ежевикой тут засажено. Вот она есть. И ягодка уже, кстати, тут поспевает. Идем дальше. Смотрите, как люди живут. Дворики такие. Интересная там какая-то женщина. Из гальки и камня заборы. Да, забор старый. Точно, это как 15-16. Ой, там винограда сколько. Там вообще его чма. Там, походу, только один виноград. Ну, а что, священники вино-то любили? Это дело. Церковь закрытая. По-моему. А может, кстати, и не действующая. Здесь у нас яблоки. В саду. О, красиво. Ой, а вот тут конкретное средневековье. Пойдемте, пройдемся маленько. Посмотрим. Глину. Ух, кто же сейчас так строит? Сейчас так уже никто не строит. Музыка. Второй. Музыка. в глаза сразу бросается вот чистота и экология просто вообще шикарно и вот смотрите что это здание такое очень интересное непонятное сооружение вроде дома не дом такое уж было сыроюшка когда-то здесь под что-то переделали в помощи возможно где-то мастерская какая-то человека было а сейчас тут муж гаражи какой-нибудь скорее всего с этой стороны видно вот уже обошли что оказывается это дом ведь интересно сделали а это наверно летняя кухня скорее всего какие-то там печки стоят там он камин у него меня это нормальный дом хоть вполне себе нормальный дом здесь сани а тут звезда на рождество перепутали теплой вообще городишко конечно неплохой мне кажется сейчас так уже никто не делает старая архитектура какая-то правда домов все они старые эти дома просто со временем переделали но не делаю сейчас никто так там откреселка на выходе какая-то маленькая лестница все равно прикольно явно здесь вот форма окон совсем такая вот старая век 17 18 может сейчас никто так больше не делает так ну пойдемте он там еще бы какие-нибудь посмотрим здесь много вот гаражик сделали тоже из старого дома и самое интересное на улицах никого вообще какая тишина никого нет пойдемте посмотрим дальше короче мы приехали и смотрим тут стены короче справляются люди с той проблемой которые у нас у нас все подлетела в доме вот это вот замазка наверно не цемент я не знаю что такое а здесь вот просто не стали париться цементом все замазали получился счет топово просто шикарно мы решили в общем так и будем делать здесь у них тут стол был ведь как вот тут все по отлетало здесь видно проблему с которой они справлялись а здесь все замазали супер получилось просто вообще отлично вот у нас выпуска не так ну из этой же серии здесь конечно лучше но ходим смотрим учимся сланцевые дома шикарно городишко как сказочно а там наверху вообще какая-то сказка этому к это лестница наверх очень интересно все сделано а мы думаем идем где же все люди то они вон где собрались а это слет мотоциклистов точно когда ехали в деревню встречали этих друзей по моему но я надеюсь что да 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 вон они все куда приехали а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь наверное день города еще что-то проводят Субтитры создавал DimaTorzok 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 Народу на пляже немного Человек 10 может быть Интересно, что это было Может мельница, вот это старое здание Супер И вода интересная какая Вода, наверное, теплючая Ой, вода вообще супер Просто супер Вот так вот Пляжи В таких городках, в горах организовывают Очень круто, сами понимаете, вода чистейшая Просто чистейшая вода Да по ней и видно Да Нам надо переезжать Хотя я шучу, рядом с домом такой же В точности у нас Водохранилическая Я думаю, что это все-таки была Мельница Обычно в таких местах это все ставилось Ух, хорошо здесь сидеть Да, да, да Точно мельница Вон журнала Вон они Валяются А там какая красота Представляете Просто красотень Чудесное место Нет Мы дом купили там, где надо было Прям там, где надо было Другого места И не нужно было вообще Вот, смотрите А здесь можно зайти И уже сюда Даже Так спуститься В этом боссейне, так сказать Олимпийском Уже покупаться Вода Прозрачная Рыбки плавают Маленькие Вон там Шикардос Дно Песочек Как ее С галечкой В общем, вот такие пляжи В Португалии тоже есть, друзья мои Все, на этом мы будем прощаться И В скорости вернемся Покажу Пляж, который у нас рядом с домом есть Ну там более, конечно, крутой Там с кафешками Со всем Впрочем В общем, ребят До встречи Хотел просто вам показать Провинциальную Португалию Горы Вот такие городки Здесь есть Всем пока Вот и настоящий пляж С песочком Там народу Тьма Супер Но мы тут спускаться-то уже не будем Вы поняли, да? Что пляжи Это уже второй Тот как бы дикий Так я понимаю А этот все Вот Нормальный С песком С кафешкой В общем Все как положено Вот такая прелесть Это вот искусственная У них такая Получается Такой забор Искусственный забор Сделали Прям прекрасно Отдыхать А с той стороны Посмотрите Есть кемпинг Можете остановиться Вот и Городок посмотреть Сутки Отдохнуть Покупаться Позагорать Если вы едете где-то рядом Город кожа Ну естественно В названии видео Вы его увидите Так что приезжайте Не пожалеете